А кто тебе сказал, что у тебя мозгов нет? Ну, хорошо, Василий. Магнитофон, запись есть, а воспроизведения нет. Да всё как у тебя есть. Ты вот сегодня читал Евангелие, целую главу повторил, ты можешь пересказать. Да где там целую главу? Ну, ты очень подробно пересказал, есть у тебя мозги, ты лукавый. Да, так я пересказал своими словами, а по тексту я не могу слова слова. А по тексту тебя никто и не просит, и я не могу, и Игнать Тихонович не может. Так почему он это, он-то может? Наизусть пересказать вряд ли. Он может, вот если кто-то ему читает, и он может, нет, здесь вот не то слово, а так пересказать всю Библию этого. Да не всю Библию. Ну а какая разница, всю или не всю? Ну да, да. А ты можешь вспомнить, что мы сегодня утром читали? Ну вот здесь у окна ты сидел. Евангелие от Луки какую главу мы читали? Седьмую. Седьмую, ну вот говоришь не можешь, уже на цифру у тебя память хорошая. Ты придуряешься, Вася, у тебя всё нормально с мозгами. Это нормально. У тебя всё нормально, ты вон какую, вспомни, изобретение какое сделал, когда ты объявление резал-то. Подставку взял, всё, чтоб спина не болела. Ну да, если с тобой работать, ты можешь космический корабль изобрести. Ты веришь, что земля хорообразная? Ну так ясен хрен. Ну а некоторые не верят. Вот у кого мозгов-то нету. Ну. Ты смеешься даже над романом. Одним не смеяться, а плакать нужно. Ну вот. Ну чё. Надо Василий готовиться к исповеди опять. Будем готовиться? Или так сойдёт? Будешь в коридоре? Только так душа-то не спасётся, если ты в оглашенной будешь стоять. Так и... Помощь тебе нужна? Или не нужна? Да это состояние такое. Надо как вылазить, я не знаю. Ну как-то же другие вылезли, Василий. Ну ты же вопросы задавал, Игнать Тихонович и отвечал. Всё. Надо просто брать, поверить в это и делать. Всё. И я же тоже хочу, чтобы душа твоя спаслась. Прилагаю усилия, занимаюсь с тобой. За уши тебя тяну, а ты упираешься. Ну так ясно, что вообще никто против меня не настроен. Все к тебе с любовью, сёстры там к тебе. Чё ты там в машине ел? Чё они тебе там наторкали опять? Где? Ну в машине ты ел, когда после богослужения. Сухари. Сухари кто тебе дал? Надежда Васильевна. Надежда Васильевна, вот она. Милостивая какая. Она старше или младше тебя? Старше, конечно. А она, это, Игнатия Тихоновича помладше? Нет, она на год старше. Старше? Да. Она с 38-го? Наверное, да. Я знаю, что она на год старше, если я не ошибаюсь. Игнатия Тихоновича с 39-го. Вот. Видишь? Она тебя старше и она дает. Дает. Понимаешь? Она духовный человек. Господь говорит, блажение давать, нежели править. Да те все помогают. Вся община помогает. Никто и не помогает. Ну как не помогает? Ну а ты бы хотел, чтобы тебе вся община помогала? Да-ка я этого не заслужил. Ну а что нужно? Да я не умею давать. Жадный? Да не жадный, но принимаю только отдательный. Никакой. Рука иссохшая у тебя, да? Да. Ну а почему так происходит? Ну я откуда знаю. Так воспитали. Ну ты понимаешь, что это нехорошо? Так я понимаю, конечно. Но ничего не могу сделать. Писание говорит, все могу в укрепляющем меня Иисусе. А ты веришь, что я был такой же, как ты? Ну я откуда знаю, какой ты был. Ну вот я тебе врать не буду, я тоже давать никому только вот для себя и жил, для своего трубы. Никого не любил. Так же, как ты жену бросил с ребенком. Не, ну любить-то... Люблю всю общину, но... А в чем это? Ну... А в чем? Только принимаю, а на отдачу. Только это не любовь называется. Человек, когда любит, он дает. Как ты думаешь, я тебя люблю или нет? Ну так, а у меня состояние-то такое... Какое? Мне самому помощь нужна. Нужна, да. Нужна, да. Не жилья хорошего нет. Ну, а Писание как говорит? А если подашь даже стакан воды во имя Пророка, получишь награду Пророка. Стакан воды у тебя есть? У тебя даже и стакана воды нету зимой сейчас. Но снег-то у тебя есть на участке. Можно туда. Снегу почерпнуть и кто-нибудь придет и путнику подашь. Есть у тебя. Сколько у тебя недвижимости? Доготолку-то с этой недвижимостью. Ну... Только что земля и все... Жилье как таковое никудочное. Ну, есть же. Ну, земля под горой 15 соток и здесь 7 и 23. Ну, домик-то есть на земле? Ну, а толку с него? Ну, как толку? Крыш. Дождь пойдет, ты сухой. У некоторых даже и крыша. Только что. Есть люди, у которых и крыши нету. И печки нету. И живут в теплотрассах люди. У тебя было тогда такой момент в жизни, когда у тебя жилья не было? Не было. Сколько это продолжалось? Да, я не засекал сколько. Ну, а потом ты как заработал на жилье? Или как? Или кто-то тебе подарил? Ну... Как-то это... Я работал на мусоропроводе. Ну, и мужик, это... Работал там дворником. Ну, и предложил мне, говорит, иди, говорит, туда дворником. Я, говорит, ухожу. Ну, и вот я пошел туда дворником. А потом с хозяином поговорил. Ну, это я уже... Помыкался там, помыкался. А хозяин дал жилье. А как так случилось, что у тебя жилья не стало? Да... По глупости. Я говорю, было три дома. Было три дома. А, три дома... Ну, не сразу, не сразу, конечно. Ну, я знаю... Первый дом, это, с женой. Ага. Второй дом в Пельмесево. Мать при смерти была. Купили домишко. Ну, вот где это... Тебя-то не было. Куда делаешь жилье? Ну, я тебе рассказываю. В Белеве... В Белеве... Первый дом с женой жили. Ну, я ее оставил. Ага. И куда пошел жить? На улице? Да то ли я помню. Куда я пошел. Ну, какое-то жилье было. Ну, а потом мать при смерти была. Отец обижал. Ну, говорит... Ну, купили домишко. С матерью жили. Ты с матерью купил? Ну, потом она померла. Домишко там не осталось. Ага. И куда он делся? Да промотал. Продал он, да. Промотал. Куда деньги промотал? Да я то ли помню, куда. Выпивал? А что ты, куда потратил деньги? На путешествие? Ну, я же на это... На книжку складывал. На книжку сложил. Потом купил в Магнатушке, где вот это... Валерий то сейчас живет. В Сокольске? Ну... Ага. Материн дом продал, там потом купил в Магнатушке. Ну... Потом в Магнатушке продал. Ну, потом в Магнатушке тоже там... Около года где-то. Может чуть побольше. Ну... И тоже... Как раз вот эта перестройка была. Ага. Ну... Продал его по дешевке. Через полгода там уже... Вот это все поменялось. И... Я... На эту сумму уже не смог ничего купить, да? Ну... Дефолт или как там называется? Ну... На книжку то положил. Деньги сгорели, да? Все деньги сгорели. Так получается. А продал то ты его для чего? Да продал. Он огромный домин. А крыша пробегала. Ну... Продал. По этой причине. А ты продал? Хотел ты себе поменьше покупить? Или что? Где жить то? Когда ты его продал то? Где жить собирался? Продал. Ну... Я не помню. Что было? Что жил у меня было? Не было. Ну... Ладно. Сейчас у тебя... Сколько недвижимости-то? Так и недвижимость. Я тебе говорю. Земля... Как жилые помещения они не пригодны. То есть... Тебе жить тебе негде. Ага. Понятно. Ну... Надо... Утеплять... Утеплять. Ага. Если... Мороз... Да. Ну... Хорошо. Мы сейчас весной тебе утеплим домик. Печку тебе отладим. Сейчас потеплее будет. Где тебе лучше будет, если домик будет хороший? Одному там в домике или со мной жить? У меня нету. Это квартира моей мамы. Матери? Да. Я снимаю у нее. Я у нее арендую. У меня... Я на свое жилье не заработал. А она в каком жиле? Да? А она в каком жиле живет? Она в квартире в доме напротив. А там тут я? Ее? Тоже ее? Да. У нее две квартиры. Она заработала. Мужа похоронила. Она отдала. У нее своя квартира. У меня вот ее... Эта квартира. Она же может тебе это подарить? Может подарить, может выгнать. Ты не заслужил такого, чтоб тебя выгонит. Ну, а если выгонит, примешь меня к себе? Да, конечно. Уже у меня... Псс. Так. Ну, ладно. Псс. Ну, вот когда к тебе брат Владимир с Игнать Тихоничем приехали, ты обрадовался? Да. Обрадовался-то обрадовался. Но я неожиданно как-то все с это... Ну, как обухом по голове. Я даже не ожидал такого, что заберут меня. Угу. Просто не ожидал, что тебя женят, не ожидал, что заберут такое... Неожиданность на неожиданности в жизни постоянно. Угу. От тебя в этой жизни ничего не зависит. зависит. Ну хорошо. Ты обрадовался, что Тихонько тебе что сказал? Поедешь к Сергею жить, да? Ну, говорит, я договорился с Сергеем. Перезимую, говорит, у него. Ну, только, говорит, послушание должно быть. Угу. Ты обрадовался и согласился? Да. А послушание-то почему нету у тебя? Навыка нету к послушанию у тебя, правильно? Ты родителей-то слушался? Послушный был ребенок в семье. Ну, какой послушать? Нет? Нет. Отец тебя драл? Ну, алкаш, я тебе говорю. Ну, алкаш, он может драть, может не драть. Ну, он мать постоянно обижал на меня. Тебя, как его такого-то не любил. Ты его не любил, а он-то тебя любил? Он тебя наказывал? Ну, наказывал. Ну, как напьется... Так наказывает, да? Так с любовью лезет. Как трезвый, так... Так не нужен, да? Ну... И ты его не любил, потому что он пил, да? Ну, мать постоянно обижал, руку ломал. А мать тебя любила? Ну, ну... Ну, ну, заботу... Ну... Забота, любовь, ну... у тебя на сегодняшний день есть кто-то в твоей жизни кого ты любишь птичка собачка канарейка кошечка человек какой может быть всеобщину это пустые слова ну как я тебе говорю конкретно человек не создать я кумира конкретно человек другого друзья у тебя в общине есть ты сам сказал что нет у друга нет но как ты всех любишь а тебя-то любят общине терпят просто ну как я могу со стороны сказать кто любит чуть чувствуешь может быть вот надежда васильевна тебя любит людмила степана сухарей кто тебе дал она по любви тебе дала или или как или так чтобы на сухарей чтоб ноги твоей больше тебя не было я не знаю любит это надо у ней спрашивать ну раз дает тебе пропитание так это есть выражение любви может лишнее от избытка продукта но она как-то мне кормила это что-нибудь испортится она мне подсудит на тебе на тебе боже что на мне гоже да ну а так вот чтобы кто-то вот тебе не как надежда васильевна кто-то тебе помогает в общении помогает ну вся община ну как ну как помогает ну вот подстригли меня кто тебя подстриг галина еще кто тебе помогает но тебе приятно что тебя так ну трапеза вся община заботится обо мне если я варить и варить не умею но сегодня утром ты чё ел сегодня утром как а кто ее варил ну варил как бы я ну то съел с твоей помощью теперь первое первое то у меня каждый получил ну второе получилось второе то получилось ну хорошо тебя община подстригает кормит тебя еще что чем тебе за что ты общину любишь то люблю тебя за общую радость мир мир радость любовь в общем как бы это вдохновляет тебя это вдохновляет 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 на что ну как на что ну я же не могу постоянно в печали ходить но тоже радость радость охота испытать любовь радость понятно мир мир а когда ты вот один живешь ты такую радость испытываешь или нет или только в общине у тебя в субботу воскресенье когда ты встречаешься ну только в общине поднимают радость любовь ну как один ну как бы по привычке уже один на один но что тебе дает вот это то что ты храм приходишь все кроме радость для чего ты в храм ходишь каждую субботу воскресенье ну я и говорю, дух надо спасать ну я и говорю, дух надо спасать ну я и говорю, дух надо спасать ну ты знаешь вот мне мы звонили перебили что человек который соглашенными выходит он вне церкви находится а Господь ты же в 10 раз вне церкви да да ну я просто не помню меня тут звонили отвлекали то есть Господь придет за церковью а ты получается сейчас за вратами церкви что нужно тебе сделать чтобы вернуться обратно в церковь в церковь то ну любовь к библии она у тебя есть сейчас? да как бы отсутствует ну как до крещения, после крещения ну время вот во время крещения во время крещения до крещения и после крещения вот в этот период в этот период любовь была а потом как вот писание говорит потеряли первую любовь свою в том любовь у тебя иссякла так ее вот сейчас подогревать надо было нудить себя заставлять себя читать там вот ты Бога разлюбил и сам отошел сейчас спрашиваю тебя любишь библию вот ты вот евангелие читаешь тебе нравится читать? ну читать то нравится но читать то люблю но целеустремленности как то нету понятно ну вот батюшка во внуче сейчас вот пост идет воздерживаемся мы от печенья то есть как раз то тот от плотских страстей нужно воздерживаться с особым усилием в том же числе воздержания в пище вот объедение это грех и мы с тобой вот боремся с этим и если я рядом Господь тебе силы дает у тебя страх может быть не Божие а меня ты боишься при мне ты не объедаешься ну как бы ну при мне ты ни разу не объедался я тебе не позволяю ну как бы на твоей территории ну да ну какое то послушание должно быть хотя бы минимальное ну минимальное ну а ты то когда сюда договаривался на минимальное послушание или на максимальное да я говорю надо то слушать у меня как обухом по голове стукнули я был в таком состоянии на все согласен на все согласен из дури согласился тебе теперь пожалел да 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 почему пожалел то ну как я могу пожалеть если ты на всем готовеньком живу как я могу пожалеть ну а там я тебе рассказываю там и дым и мороз и холод и все вместе в одном флаконе вот ну тебе нужно выбор сделать дым мороз и холод либо тепло уют забота ласка но послушание то есть ты от себя должен оторвать послушание а то так несправедливо получается мы для тебя все а от тебя ничего так же не гоже ну вот я с этим вот как то трудновато трудновато ну а я тебе говорю почему трудновато у тебя то есть у тебя свое я то есть а я хочу а я хочу а у христианина первая ступенька отвергнись себя признай себя погибшим грешником возьми крест свой приготовься страдать и следуй за мною так господь страдай ты страдаешь со мной да не знаю как перебороть с божьей помощью молиться поститься продать до жизни духов у рот бесовский сгоняется только молитвую посту мы уже с тобой беседовали на эту тему ты постишься вот пока я рядом ты постишься только отвернусь ты быстрее в сумку раз в лес это тайнояденье грех называется не нужно питаться нужно за столом перекусов никаких не должно быть ты же пока у меня жил без меня же ты не ел если я тебя не разрешал на кухню же ты не заходил проявлял же послушание не всегда то есть заходил и ел да ну я если раз пытался до тебя раз в сутки ну почему ты у меня решил три раза питаться потому что она халява да пост надо василий надо плоть свою украшать своя плоть говорит я хочу дух должен говорить тебе не полезно от объедения лень сонливость и работать не можешь когда ты постишься это прозрачно так поддерживаешь только чтобы кого не штормила ты два дня когда без 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 пищи был нормально себя чувствовал но не падал же небольшой так это ничего страшно поташливал или хотела так ну перенес нормально на живой если бы сырой каши бы не наелся бы еще все бы было бы красота просто-то на довости выходить постепенно когда два или три дня не ешь а потом много-много съешь может это даже умереть ты знаешь это я тебе говорил вася вася ты сырой каша налопался пока меня не было было дело но тебе и ну а сегодня что-то мне говорил пока тебя не будет я буду лопать пять литров меня войдет как насыщение что я не чувствую что-ли пока чувствую а мне кажется ты не чувствуешь тебе сколько насыпешь мне кажется тебе сколько навалишь что-то ты съешь собака и то предел знает не не каждая не каждая собака предел знает а ты вот когда один жил ну я вот сейчас смотрю сколько ты накладываешь прям очень много ты столько же накладывал ну такие раз питался в сутки сколько ты съедал такую чашку или две съедал ну тарелки две или три или полторы тебе на сутки хватало ну так и там еще хлеб хлеб хлеба наверно еще булку наверно съедал да бахте вот ну видишь мы в какой пришли к чему то есть ты пообещал слушаться и если ты обещание не выполняешь я должен тебя депортировать обратно у нас тут малыш приехал с украины не слушается власти не подчиняют что-то другая песня да очень похоже да как похоже дали ему месяц на уразумление если фон не начнет слушаться не зарегистрирует паспорт не оформит его отсюда выгонит его вообще сатана обуздал а тебя не обуздал ты святой ну какой святой ну смотри ты ко мне приехал я не противник божий ну боже не противник как же ты ты обещал тебе молитву читаю ну читаешь обещание то не выполняешь тебя приняли сюда в общем Игнать Тихонич догорелся на условии что ты слушаешь а ты не слушаешь как нам с тобой быть то пусть ты живи тут наплевать на тебя но не слушается и не слушается но не выполняет обещание не выполняет пусть живет так ты хочешь да почему а как мы тебя вот на таких условиях приняли что ты слушаешься а ты не слушаешься что нам делать вам решать я хочу я хочу сказать не могу что вам делать ну а сам ну то если бы ты принял бы кого-нибудь себе в дом на условиях слушаться а он бы не слушался что бы ты сделал выгнал бы выгнал бы вашими уже устами вас осудить я по мирскому сужу по мирскому а по христиански как любите врага своего любите врага своего голоден враг так ты враг нам в плазе накорми его ну ты сам к этому выводу и пришел что ты враг какой я враг ну раз ты вы же меня знаете раз ты обманываешь Игнать Тихоньче обманул не знаем мы тебя ты уходил 8 лет крючком молчал откуда же мы тебя узнали это сейчас вот все стало выявляться ну чё враг накормить тебя и отпустить с миром ну если у меня на физическом уровне такое я тебе говорю то там одна планета я на другой планете то есть слушаться ты не собираешься меня ну я не понимаю где я я не осязаю вот этот божий мир ну в чем тут божий мир я тебе говорю что делать нужно делать это и есть послушание тут никакого божьего мира нету тут и в армии в безбожном и в государстве на работе всегда так у тебя же начальник был на работе он тебе давал задание ты выполнял он тебе давал зарплату я бы его жил ну если бы он мне комнатушку дал ну а если бы ты его не слушался что бы он с тобой сделал выгнал бы по-христиански бы он поступил ну да а если я тебя сейчас выгоню за то что ты меня не слушаешься я по-христиански поступлю или я должен любить врагов своих так это тебе решать ну я не могу решить ну я тоже в растерянности вот ну вот полиция этого романа малыша тоже забрала они тоже растерялись как так столько лет живет и законы наши не соблюдают ты вот у меня уже почти месяц живешь слушаться не собираешься я в растерянности они ему дали срок определенный срок месяц если не справишься допортируем давай с тобой договоримся срок и за этот срок ты должен исправиться и начать слушаться так справедливо будет так справедливо будет а если этот срок кончится это то поедешь домой согласен? согласен? согласен согласен какой срок тебя устроит? как это не мне решать? ну я откуда знаю через сколько тебе времени нужно на то чтобы ты начал меня слушаться когда у тебя совесть проявится я не знаю я про что я говорю не мне решать то да совесть то твоя ну я тоже не могу сказать где я нахожусь между небом и землей мы на земле сейчас находимся город Барнаул понимаешь не было бы дня чтобы ты мне против не говорил тебе говорю пост сейчас идет надо воздерживаться от пищи ты мне что сегодня утром сказал а тебя не будет а я наемся все равно ну если я есть хочу то есть для тебя свое хочу выше чем послушание ну я тебе говорю собираю езжай туда и ешь там сколько хочешь в моем доме этого не будет потому что пост нужно готовиться к исповеди нужно душу спасать я тебе говорю как ты обещал слушаться такая поговорка такая как говорится ешь вода пей вода и срать не будешь никогда плохая у тебя речь Василий да я понимаю но ты из священного писания как бы в этом роде то хоть один стих то ты библию то читал значит на одной воде же не проживешь я тебе говорю про ограничения в пище то есть если тебе за тобой не следи ты будешь объедаться а сейчас пост объедаться нельзя нужно смирять плоть свою смирять свое я ты не хочешь ты говоришь а я хочу и я хочу ну если если я тебе и сказал я не поем я в туалет не сверу у меня там будет это ну застой это в кишечнике и что ну как что не проход если не поешь а что там должно проходить в кишечнике ну как что он должен работать но если он не работает у меня пробка там встанет все и что дальше будет заклинится и что заклинится и что произойдет геморрой я буду тоже кишка вылезет я буду тоже а кто советовал это это клизму ставит помнишь нет Надежда Васильевна что ли да она добрая клизму говорит ставит да я ее не видел и не хочу видеть кого не хочешь видеть клизму ну я тебе не предлагаю а Игнать Тихонович еще посоветовал мне с тобой делать если ты не слушаешься ну ты же вопрос ему задавал как избавиться от лени задавал такой вопрос ну чего он тебе ответил трудом и ремнем трудом и чем ремнем ну ты хочешь чтобы я тебя ремнем что ли убил как ребенка маленького так с тобой что ли за каждое непослушание 10 горячих согласен ну не я буду выдавать тебе Игнать Тихонович у нас как в лагере он начальник по наказанию и так ты и справишься согласен ну так как бы я семь семь операций перенес так это для меня это семечки даешь согласие на телесное наказание ну я тебе говорю я семь операций перенес под общим наркозом под общим наркозом делали под местным все испытания испытания подопытный кролик был в руках у врачей согласен да ну так я говорю а это что для меня как слону дробина если я перелез семь операций ну он тебе еще говорил если ты плохо работаешь и ленишься тебе исть не давать что для тебя какое наказание легче отказ от пищи или ремнем да сравнение какое-то не ну не сравненно ну я не знаю у нас разные в лагере ребятишки по-разному выбирали кто-то выбирал ремня кто-то хорошо я есть сегодня не буду кто-то ремня боялся кто-то голода боялся люди разные поэтому я не знаю если для тебя ну боль как таковая я ее чрезмерную испытал боли я тебе говорю семь операций то есть тебе что легче перенести боль легче голод тяжелее да голод тяжело тебе да без пищи голод как бы надо огонь поддерживать и горение поддерживать апель 0 0 0